Все, поехали! Каша, как вырастить дебила. Сразу хочу сказать, что у меня, блядь, несколько раз спрашивали за последние дни, потому что Каша ходит, хуйнёй занимается, спрашивают. Илюх, сейчас письмо-то читаю, сейчас. Илюх, как ты относишься к Каше, вся хуйня? Рассказываю, все очень просто, типа, Каша, Каша, пизда, ты ютубер. Реально, очень смешной, мне шутки его очень нравятся, типа, подходят. Но, как стример, ну и типа, как персонаж, наверное, в образе или не в образе, не знаю, он пиздец охуевший, вообще, просто нахуй потерял, блядь, все края, просто охуевший и какой-то еблой, конченый, потому что он занимается полной хуйнёй, ну, с моей стороны, то есть это выглядит как человек, просто, ну, как обиженка, обиделся на меня и постоянно пытается меня как-то задеть, хотя мне, ну, у меня искренне похуй, абсолютно, что он там пиздит, потому что другая платформа для каких-то других долбоёбов, у меня вообще какая нахуй разница, ну вот. Поэтому хуй знает, что он пытается добиться, но тема, конечно, ебанутая какая-то. Ну, короче, фулл, похуй, за видосы ему, конечно, спасибо, но сам факт, вы знаете. Пизд, это видеоприложение, разработанное ютуб. Приложение представляет версию службы, ориентируемую на детей. У меня тоже такая ориентация, но почему-то во мне никогда не было транса, к сожалению. И этот транс поёт детям про ЛГБТ и БЛМ. Я ничего не хочу сказать против этих организаций, потому что меня заблокируют ютуб. Но, знаете ли, я не уверен, что детям вообще нужно знать про людей, которые берут в рот. Так каждый из нас что-то берёт в рот, типа, еды достаточно много на планете, можно кушать всё, что угодно. Так что БЛМ здесь явно лишнее. К слову, из этой песни длиной в... Я поддерживаю БЛМ. ...3 минуты, и я ничему не научился. Я какать-то учился 30 минут, так что ссори. Но ютубкидс можно и похвалить, ведь в нём нету ни единого видео про ситуацию в мире, которая потрясла все страны и ввергла всех... Так, я заранее осуждаю всё, что будет здесь сказано. Заранее не поддерживаю, вот. Заранее буду осуждать всё, что здесь сказано, абсолютно всё. Кризис. И слава богу, что на ютубкидс об этом ни слова, ведь детям не нужно знать такую жесть. Согласен. Торсен Агамалян приболел и больше не сможет танцевать в Твири в ближайшее время. Но есть и вторичные новости, например, о какой-то... Не слышал. Здесь сразу можно догадаться, что в видео о политических реалиях двух враждующих странах. Ведь у одного мальчика футболка в цвет флага России, а у второго чёлка на бок и усики под носом. Не понимаю. Ладно, украинцы... Реальность... Свините, пожалуйста, за слова. Всё правильно. Клянусь, я за мир. Вот... Доказательств. Не понял сейчас. Не понимаю. Так вот, одного мальчика зовут Макола, а второго Иван. И Макола терпит унижение и... Чё происходит? Я чё-то, блядь, понять не могу. Чё за хуйня происходит, блядь? И оскорбление от Ивана. И мне кажется, что у Маколы там реально бомбит. А Иван... Портит отношения не только с... Чё за мультик, ебланский, блядь? С одним блоком НАТО, а с целым стаком НАТО. Да и вообще живёт рядом с парашей. Кстати, сначала я не понял, к чему это, но благо показали... ...карту. Не понимаю, о чём речь. Вообще, я не понимаю. И я такое осуждаю, это... Я тоже, я полностью осуждаю. То есть, я не совсем понимаю, о чём речь. На что нам пытаются, блядь, намекнуть, на чём пытаются сказать. Я это полностью осуждаю. Абсолютно, ну, мне не нравится то, что происходит на данном видеоряде. Неправда, вымысел, неболица, сказка, библия. Так что этот мультик не показывает... Осуждаю слова про библию. ...вы отреалии. В отличие от мультика, зомби напали на Украину. И да... Четыре киздеца не видео, блядь. Какие зомби? Не, ну, в фильмах про зомби, как бы зомби могут быть абсолютно везде. Вот. Мы... Сразу, сразу, говорю сразу, моментально. Мы вне контекста, понятно? Мы просто смотрим видеозапись. Мы вне контекста, абсолютно. Никакого контекста нет. Да, немногие знают, но фронт сейчас выглядит примерно так. И тут танк... Какой? Ну, я несколько фильмов смотрел, там было что-то похожее. Типа на Аплантиси Зомби. То есть, есть фильм по Аплантиси Зомби, если кто не смотрел, да. Танк едет налево, а нет, направо, а нет, все же налево. Ну, это простительно, ведь у каждого танкиста проблема с ориентацией. Ну, бывает такое, что в пространстве сложно ориентироваться. Не знаю, насчет каждого танкиста. Типа, я не могу такое искать, потому что, ну, это неправда, типа, я уверен, это неправда. Но у некоторых людей действительно бывают проблемы с ориентированием в пространстве. Я очень надеюсь, что они все решат, ну, вот, эту проблему. Что, короче, что все будет хорошо. И слева танк встречает танк Зомби на каком-то приборе. Не знаю, как это называется, ведь моя мать и не портовый индивидуал. Так вот, танк Зомби скидывает с ракетного крейсера белый флаг. Но танк украинец не готов сдаваться даже под дулом. Ведь... Почему? Я не понимаю. С него есть... А, ну тут, ладно. Какая-то штука, которую он выпускает. Не знаю, как называется... Я не понимаю, зачем делать такое для детей. Это какая-то, ну, странная штука. Это штука, потому что мой отец не космическая собака. Так вот, противотанковая крылатая ракета Нептун долетает... Сука, не знаю, как это называется, блядь. ...без особых проблем. И топит ракетный крейсер. Все, хэппи энд. Так что перейдем к следующему ролику. Учитель вколол шприц Пашке прямо на уроке. И если что, Пашка это тута, а учитель со шприцом это здесьа. И, скорее всего, он полон крокодилом. И шприц, возможно, тоже. В общем... Учитель недоволен, что Пашка приносит шприц в школу. Ведь он боится, что шприц попадет в какого-то ученика. И поэтому он решает вколоть его в ученика. И учитель просит держать Пашку, чтобы он... Чё за хуйня? ...мог нормально вставить. Ой, извините, другой детский фильм подставил. Но потом оказывается, что это всё было кошмаром. И учитель не злой, и его никто не держит. И Арсен Агамалян жив и здоров. Но на его всё же есть проблема, ведь его болят школьницы. За то, что ему приснился кошмар. Я так понимаю, что если бы у него был сонный паралич, то его бы вообще заставили сосать ногами. Но Пашка их пугает, и девочки убегают от него. И учитель спрашивает у девочек, почему они все бегут. Ведь это мужское имя. Они... Блядь, чё за хуйня вообще? Сливают всё про Пашку, и учитель идёт разбираться. А Пашка в надежде прикольнуть и прикольнуть девочек пугает учителя. Отчего он падает и говорит, что вызовет отца в школу. Ну, хоть не маму на дом. Так что легко отделался Пашка. А теперь следующее видео под названием Писун разборки в туалете. Аминка против одёнки. Блядь. Новые вайны, аминки в витаминке. И тут средняя сестра будет старшую. И, видимо, безуспешна. И будет она не просто так... В смысле безуспешно? Она проснулась, всё нормально. А что пос... Такое я тоже осуждаю. Родителей нужно не только почитать, а почитать с выражением. И... Чё за хуйня, блядь? Это все видео в выпуске, и я хотел бы подытожить. Пожалуйста, не доверяйте воспитанию младшего поколения другим людям. Наносите травмы сами. Скажите... Осуждаю. Нет, нет. Воспитывать надо всех хорошо, правильно и с уважением. Своему младшему брату, что родители хотят его съесть. А млад... Осуждаю. Никто никого съесть не хочет. Все хотят, чтобы все выросли здоровыми, красивыми и большими. Сестре, что она слепнет, если уснёт. И так далее. Никто такого не желает детям. Это неправда, этот человек говорит неправду. Бля. Все, всем до свидания, до скорых встреч. Пока. Ну, видос, конечно, осуждаю. Я не поддерживаю данное видеозапись, но я его осуждаю. Поэтому отвлекаю себя твоим стримом и хобби. И я его делаю ужасы из глины полимерной. Ну, короче, удачи тебе, удачи чечу, и никому не грустись, поняли? Спасибо большое, да. Бля, ну, я хочу сказать одно. Типа... Ну, про танки забавно. Типа, видео просто про танки забавное. Вот. Ну, естественно, без какого-либо контекста. Вы сами понимаете, естественно. Без контекста. Вот. Понял. Понял. Понял.